28 число, берут блокпост за ЖД-переездом. Что дальше? По порядку? Ну, потому что я там не сильно владею информацией. Я с военными имел связь с 13-м батальоном, с офицером, замкомбата, позывной волк и командир роты, который на палубе стоял. Соответственно, уничтожили блокпост, отрезали. Ну, сепаратисты, русские это были, я не скажу. Потому что работала артиллерия профессионально, соответственно, скорее всего, русские работали. И зацепились они, уничтожили блокпост, зацепили за город. Зацепились, отрезали два блокпост друг от друга, отрезали военных, соответственно, и зацепили за город. Начала заходить техника. Подавляли артиллерию, очень много техники пошло. Танки, БМП, зашли в город, заняли переезд в центре города, переезд на развилку. Так называемые штаны мы их называли, когда работали артиллерией артиллерии. Да, 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 артиллеристы уже все знали, что работаем по штанам, они знали, что уже куда работать. Там часто, там очень много техники сосредотачивалось. Может даже там уже, ну, немного есть разбитые техники, не знаю информации. Ну, работали очень часто туда, по звуку, по наблюдениям тоже самое. Вот, и заняли город, пытались выбить их из города, подбили их не танк. Вот, ну, они зацепились, началась, наступила ночь темнота, потому что бои шли целый, целый день. Наступила ночь, соответственно, ночью начали подтягивать силы. Ну, туман начался. Очень сильный туман, опустился, начали подтягивать силы. Они зашли в город, вот, утром начались опять бои. Начались сильные бои, начали работать не по нам, не по... По нам артиллерии, обстрелы легкие, именно интернат. А начали работать по воякам. Пытались тоже я с группой гранатометчиков. Вояки остались на половине. Да, да, да. И в то время подошел, кстати, 29-го... Я, ну, по дням, могу путать, может, это было 30-е число, я уже... И подошла помощь. Подошел батальон 25-й, я помню, или 25-й батальон, я... Да, 25-й там был. Да, да, да. Подошел батальон, точно помню, зашли танки с ними. Зашли танки и уничтожили там. По словам, когда я общался с комбатом, у него был офицер рядом, он сказал, ну, уничтожили этот танк, который стоял на переезде. По какой причине они отошли? Один танк бросили в сепартисты, они отащили этот танк, да? По какой причине они отошли обратно на окраину города, на, грубо говоря, на въезд города со стороны Дебальцева. Ребята, которые подошли на помощь, я не знаю. Вот. Пытались, пытались группами... 13-й, потому что я слышал по рации, 13-го батальона, пытались работать по танкам, дрон-комётов. Но, чтобы понимали, что каждый танк сопровождала группа пехота. Очень, ну, очень разумно, в принципе, это было сделано. В основном, в теоретики говорили, что когда всё только началось, как раз когда там были проблемы, заходил батальонный, на встречу бежал. Человек кричал, сваливаю, сваливаю. Было место с нашей стороны, я не знаю. Может, 13-й, я не знаю, я не скажу вам. Это очковые кобры, трусость и две коробочки, которые зашли со стороны Дебальцев. То, что две коробочки ушли, я не знаю по какому-то причине. Я не могу сказать, что это трусость, не могу сказать. Потому что, если это была команда какая-то... Есть? Я мог бы в этом поводу, в принципе, добавить немножко. Как бы я был как раз в Дебальцево, и точно две коробочки пошли. Это было, по-моему, 30-й. Меня тащили ещё один там. Они поехали туда, получили по 300-м, перегулись назад. Но собрались, и в сторону Глегорска они всё-таки приехали. Ну, дальше информация, я не знаю. Вот так вот. Что происходило, когда вы заняли несколько зданий? Интернат мы занимали до этого, соответственно, у нас была панторная оборона, количество людей у нас не хватало. Батареи противоконтистов отошли назад в свою позицию, потому что была уничтожена... Ихние орудия были уничтожены. Там на позициях, на этих до постав, артиллерия и станков была уничтожена. Полностью артиллерия. Вот. Ихние... Соответственно, остался один штурм. Штурм один подпалили. Ребята там один точно погиб. Противоконтистов, батареи, парень. А один живой был, но я не знаю, подальше судьба его какая. Вот. Испалили одну машину его. Вторая машина осталась. Вот штурм оттянули мы. И пытались... Ну, тоже. В городе такие орудия, как противотанковые, ну, ракеты, вот эти штурмы на базе металлб, они не так эффективны. Потому что дальность, во-первых, его время там прогрева, так они говорили, подготовки, переводы в выховное боевое положение. Соответственно, ну, грубо говоря, мы их оберегали так, чтобы не уничтожили. Вот, и одна пушка стояла возле ДК, ДК, все, без орудий у них не было, противотанкисты стали пехотой. Получается, что город, силы, которые контролировали город, были готовы обеспечивать право-порядок, но не были готовы обеспечивать оборону? Ну, я скажу так, к тому, что случилось, они не были готовы, в принципе, потому что два взвода в город Туглигорск не могут оборонять. Ну, два взвода и плюс, ну, рота милиции, рота, 40 человек в милиции и противотанкисты. Там четыре пушки, три пушки на позициях, одна была в резерве. Не может, ну, никто не ожидал, но в чем смысл, что пошло столько техники, вот, не могут, не могут. По движению техники в СССР было сообщено крепко заранее, было очевидно, что эта техника явно едет не в Ростов и не в Интрацик. Явно, явно не в Ростов, и нам постоянно там жители Углегорска, которые нам помогали, вот, они давали нам информацию, они ездили в них родственники в Янаково, давали информацию о том, что техника... Слушай, давай говорить правду, как мы забрали Углегорск на конец августа, начало сентября, город сильно не пострадал. Вообще не так. Когда его освобождали, там была порвана пара троллейбусных линий, разбита... Это была заправка, да, но за это время тогда, к сожалению, правительство не привезло никаких стеклопакетов, не помогло городу подготовиться к земле, не смогли после того, как зашли силы правопорядка, обеспечить их еще, условно, едой, работой и какой-то бытовухой. И не только родственники где-то в Янаково были у людей, они туда ходили в ДНР на работу, вечером возвращались через Павлову домой, давали какую-то информацию, но, к сожалению, деньги они зарабатывали там, при этом понимают, что хочется, чтобы вы остались здесь. Для меня непонятно, да, у нас там достаточно большая армейская группировка в этом районе. Почему с таким трудом еле-еле удалось при всей нашей армии, десантниках, танкистах, мотострелках и всем на свете, по сути дела, к вам на помощь, в первую очередь вышли подразделения батальона имени Кульчицкого национальной гвардии. Приехал, я реально видел своими глазами на переезде, правда, дальше не видел нас, дальше не пустили. Семен Заменченко и, я не знаю, какой это состав батальона «Донбасс», новый, старый, обновленный. Да, помогло нам, но рота там была. Они вырвались, их отрезали в построенном месте, часть оставалась в городе и вам помогала, часть оттянулась обратно и начали заниматься окапыванием и попыткой обеспечить место техники в уровне переезда. Как будто война началась вчера и неожиданно, а не происходит только углевор в сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Вот сейчас пошел шестой месяц, как мы там, и никто ни к чему не был готов. От кого вы, в первую очередь, ждали помощи и что происходило, когда ваше подразделение находилось внутри? Ну, помощь, ну, связь у меня, в принципе, и с штабом это была, и со своими руководителями, да, была связь, и даже была связь с высшим руководством вольных слуг, в принципе, в первую очередь, ждался помощи от военных, от вооруженных сил. Вот, было время, был момент, когда... Ну, собственно, это и функция, это и функция милицейских подразделений, пара застанковая была. Да, ну, и у меня, в принципе, противотанкового вооружения такого мощного нет, мухи, ну, РПД, пару единиц, и то личный состав у меня недостаточно обучен. Ну, учились в бою, и получалось, подожгли какое-то количество единостехники даже. Вы были, люди учились и жгли. Вот. Ну, а, ждал, в первую очередь, военнословую воруженность, потому что сказали, ожидайте, поможем, артиллерия помогала. Дисанте, как положено, сам погибает, товарища, выручает, но как-то особо движение на направлении Дебальцева со стороны основных баз военной техники мы не обнаружили. Ехала какая-то небольшая колонна с танками, но их тянули тягачи, во время Артемовской, я так понял, что они могли бы подтянуться туда, к апрелю-маю. В первый день, в первый день зашло, по-моему, когда их, ну, как бы, закрыли, да, зашло, я видел, пять танков, вот, пять бэх сначала, а вот туда. Потом еще чуть-чуть загнали техники, я туда ездил, трехсотых вывозил, ну, так набили техникой, что, ну, просто проехать там нельзя было. Потом, как я узнал, эту технику хотели вставить или в Савельевке, или где, просто, как бы, оборонительный рубеж и все. Вот так, то, что я слышал и, как бы, видел. В то время, в чем мы находились у себя и парняли же здание, а не город, да, и там пытались увезти людей. А сейчас, что не точка горячая, да, там проявляется мужество, героизм и сноровка личного застава. И достаточно стратегическим где-то способностям, стратегическим командованием на планирование каких-то операций, на предварительную работу, на умение закопаться в землю, построить там какие-то компании, разыграть туда технику, быть готовым. Потому что, с той стороны, все-таки, не балбесы, которые на ноги приставляют, не серьезные люди, которые умеют и стрелять, и копаться. И ситуация в Донецком аппаратах показала, что, когда наша танка в СПЛЕ захлебнулась об 6-метровый противоталковый ров, который они за время перемирия вырыли, а мы за это время в аэропорте не привезли ни одного мешка с песком, чтобы обеспечить какие-то хартификации. Вы стали для людей такими киберами номер 2, терпеть не могу этого слова. И люди, которые были в аэропорту, тоже, честно говоря, не особо его любят. Но на Углегорск было обрековано все внимание людей, ждали котла, похожего на Яловайское. Да, да, уменьшивая силы, что они закроют, да, и даже приходили, сдавайтесь, там, приходили на переговоры. Ну, а дальше кто сам прилетел или отправлял? Не, ну, тело приходило, какое-то с их стороны, там, сдавайтесь. Ну, это когда уже силы, очень большие силы подошли, их не, мы видели, что по дороге, нам было визуально застать мы огнем не могли, визуально было видно, что по главной трассе ездят колонны, колонны с людьми, с грузовыми машинами и техниками ездило. Соответственно, тогда подошли, сдавайтесь, мы были культурно отправлены. Ну, соответственно, тогда... В культурно, я не очень верю, но... Да, да, в культурно. Но не стреляли, как бы, переговорщики, мы же тоже, мы же вежливые люди. Нет, нет, не вежливые, вежливые те, кстати, да. Ну, в чем смысл, что уже тогда было понятно, и бой шел, и по интенсивности боев сначала были, да, стрельба, мы слышали со стороны Дебальцева, вот, потом было понятно, что наступление просто захлюбнулось, и... Ну, другого выхода, как на отход... Ну, как другого выхода, как на отход... Ну, во-первых, была команда, во-первых, была команда, команда, как она поздно, не поздно была дана, но мы стояли до того момента. Но если не было команды, стояли, то, соответственно, тут такая ситуация, что... Принять решение, да, без команды отойти, ну, сберечь людей просто нет. Но, да, ты знаешь, было возможности выйти мне с подразделения 13-м, выйти оттуда, хотя мы знали, что их уже гораздо больше, чем нас, выйти оттуда без потерь. Еще 29-го часа утром я 300-го вывозил, без проблем, без единого выстрела. Мы вывезли через южную часть города. Город... Северную часть сепаратисты заняли, зашли, заняли северную часть города. Северная часть, да, ну, грубо говоря, если делить город, да, по трассе, по главному, не по железке, хотя актуально было бы по железке уделить, по главной дороге Янакиево-Дебальцево. Вот, если делить ее, то, соответственно, северная часть была за сепарами, там частные дома, частный сектор. Ну, в вопросе зачистки тяжеловато, но закрепляться легче, где-где, капитальное сооружение. Мы держали, и было чисто, еще именно южная часть города. Почему не было возможности зайти? Были дороги со стороны Александровки, можно было зайти. Почему они пошли по главным вопросам? Закрепились, заняли там, заняли этот пост, который нам есть, СССР, закрепились бы, чтобы просто-напросто их, нас не взяли в кольцо окончательно. И можно было, ну, тут говорить там, как, что они делали, я не могу, потому что, ну, если у них задачи были поставлены конкретно, они совсем другой шкурю были, чем я. У меня совсем другие задачи, как милицейское подразделие. Вот, и, поэтому, обсуждать и критиковать какого-либо. Они, я скажу так, что те подразделения, которые пришли на помощь, все военно-вооруженные силы, нацгвардии, помогли, потому что без них, если бы они часть сил на себя не отрекли, конкретную часть сил, очень много там, вот, и положили очень. И ребята, которые там погибли, были в благодарности ихним родственникам, потому что, родным, близким, потому что без их помощи мы бы от него не вышли. Они просто от нас оттянули часть сил. Вот, и мы воспользовались этим, хотя тоже у нас по нам работали и танки были окружены, именно интернат был. Я в телефонном режиме не слышал. Объем, там пятни и грохотни. Да, да, да. Ну, грохотня в основном наше, потому что мы постоянно вызывали огонь на себя, работали мы по периметру, чаще и чаще всего на себя, если там кассет, но что-то покрупнее, то на себя. Воспиолетов вести население из города объявили о том, что есть возможность выйти в сторону этой болезни. Как началось... Колонны беженца были достаточно большие. Объясню, как начался, зашли часть сил противника, зашли в Угриборск, вот. Соответственно, я ездил, у нас тоже была такая ситуация, что, ну, это наши работали, мы знаем об этом, был Василек работал. Василек работал по ним, вот. И, ну, непонятно, надо было высидеть. Он еще работал через несколько времени, но он такой, такая тень себе. И вот в даче была, ездили по городу, ловили его, но местонаселение оповещали о том, чтобы население спряталось в открытии, потому что идут бои. Население там обучено, они знают прекрасно, но они просто немножко, ну, я не понимаю, вот как бы беспечные, ну вот падает, ну ладно, ходит по городу. Очень много там мирных жителей погибло, я знаю об этом. Из-за собственной глупости знают обстрел. Обстрел идет, прячьтесь в подвал. Они об этом знают. И постоянно, когда я, когда было еще более тихо у нас, когда постоянно поработали по Угриборску, было случай, что дети погибли и взрослые гибли там, они знали, они все оповещены были конкретно. Мои патрули объезжали и предупреждали обстрел, прячьтесь в подвал. Были люди обо всем прекрасно знали. Если будет, если начнется судьба, надо прячаться. Кто выезжал? Часть людей уехала. Действительно выехала. Большие выехали в сторону Инакиева или в сторону Дебальцева? В сторону Дебальцева доезжали. Дебальцев, то там через Крицаново. Не ехали в Инакиево, честно, я не знаю. Никто не ехал в Инакиево. По-моему, там и посты, в принципе, были закрыты. Стеллар напал бы, да? Никого вообще не пускали. Да, не пускали, нет. В принципе, если бы они эвакуировались, ну, зная, что они эвакуируются, то их бы выпустили. У них не знаю таких случаев, чтобы кто-то уезжал в сторону. Все, в основном, те случаи, когда люди уезжали, они в сторону Дебальцева уехали. Реально? Пожалуйста, сейчас вести современную войну без учета интернета и соцсетей невозможно, потому что отменить его приказом нельзя. У людей есть родственники, у кого-то есть свои профили в соцсетях. Где-то идут там сестры, родня, жены, дети. Насколько мешает и насколько помогает вот эта вот такая диванная поддержка людей, которую, в принципе, у нас же вся страна сейчас, если брать в интернете, законодатель академии генштаба разбирается во всем, наводит артиллерию, имеет своих осведомителей. Я здесь всяких шуток спрашиваю. Мне важно понять. Я просто помню, что когда я зашел в аэропорт в терминал 20-х числа октября, пацаны говорят, если бы не прочитали...